Материальная культура позднего Медного века в Южном Ливанте отличается от ранних и поздних периодов в том же регионе. Поздний Медный век в Ливанте характеризуется увеличением плотности поселений, появлением святилищ, использованием асуариев или емкостей для вторичных погребений скелетированных останков и расширением публичных ритуальных практик. А также этот период характерен возникновением художественных символических мотивов в изображениях, вылепленных из глины или нарисованных на керамике, базальте, меди и слоновой кости. Впервые появляются декоративные металлические изделия, изготовленные методом потерянного воска, который ещё называют литьём по выплавляемым моделям, когда из более легкоплавкого материала создаётся форма для последующей заливки металла. А это свидетельствует о необычайном техническом мастерстве людей того периода. Отличие культуры Медного века в Южном Леванте от последующих и предыдущих вызвало значительные дебаты среди учёных о происхождении людей, основавших её. Одна из гипотез предполагала, что люди пришли из Северной Месопотамии, ближе к истокам рек Тигра и Ефрата. Эта гипотеза основана на художественном сходстве образов. По другой гипотезе культуру создали местные жители Леванта, позаимствовавшие идеи у своих северных соседей без миграций. Чтобы проверить эти идеи, исследователи проанализировали древнюю ДНК из вторичных захоронений Медного века на севере Израиля в пещере Пкиина. Эта пещера длиной около семнадцати метров и шириной от четырёх с половиной до восьми метров была обнаружена при строительстве дороги в 1995 году, а археологические раскопки выявили необычайный массив хорошо обработанных предметов, в том числе посуду и более двухсот асуариев и бытовых сосудов, переделанных под асуарией. Это наибольшее число погребальных ёмкостей, когда-либо найденных в одной пещере. Многие из асуариев были украшены антропоморфными рисунками с характерным переносом человеческого образа на неодушевлённые предметы. В пещере были обнаружены останки приблизительно шестисот человек, что сделало её крупнейшим местом захоронения позднего Медного века в Ливанте регионального уровня. Прямое радиоуглеродное датирование указало на время использования пещеры от шести тысяч пятисот до пяти тысяч девятисот лет назад. Предыдущие геномные исследования показали, что в период развития сельского хозяйства на Ближнем Востоке популяции из Анатолии, Ирана и Ливанта генетически различались друг от друга примерно так, как сегодня современные европейцы от восточных азиатов. Однако к Бронзовому веку расширение различных однородных анатолийских иранских и ливантийских популяций во всех направлениях и смешивание их друг с другом внесло свой вклад в относительно слабое генетическое разделение, которое преобладает в настоящее время. Население Ливанта в Бронзовом веке 4500-4300 лет назад с участка Айн-Хасал и Ордания представляло собой смесь из пятидесяти шести процентов генома местных земледельцев до керамического неолита жителей района близ современного посёлка Мо Цаилит в Израиле 10308700 лет назад с 44% населения связанного с археологическим участком Медного века Годен-Тепи в Иране возрастом 6680-5660 лет. Предполагалось, что популяция Ханаана, западной части плодородного полумесяца из Сидона современного города Сайда в Ливане в Бронзовом веке 3700 лет назад может быть смесью тех же групп, как и в случае с Айн-Хасалом и Орданией, только в других пропорциях. 48% популяции из неолитического Ливанта и 52% из Ирана Медного века. Теперь в новом исследовании к ранее проанализированным геномам добавилось ещё 22 из пещеры Пкеина возрастом 6500-5900 лет, что заполняет некоторые пробелы в датах и почти удваивает количество геномной информации из древнего Ливанта. Помимо этого, благодаря хорошей сохранности останков, способу отбора проб и методам обработки удалось получить высококачественные данные, невзирая на тёплый климат в регионе. А анализ новых и предыдущих данных позволил пролить свет на историю людей, похороненных в пещере Пкеина, и на динамику популяции Ливанта в период позднего Медного века, а также проанализировать изменения частот аллелей, которые, как известно, являются биологически важными. В результате исследователи выявили три интересных факта. Первый. Аллель RS12913832 в гене OCA2, которая у европейцев связана с голубыми глазами, в популяциях Пкеина имеет оценочную альтернативную частоту аллели 49%, а это предполагает наличие в Ливанте голубоглазого фенотипа 6500-5900 лет назад. Второй. Аллель RS1426654 в гене SLC24A5, которая связана со светлой кожей у западных евразийцев, присутствовала и в популяции Пкеина. Однако, исследователи отмечают, что выводы о пигментации кожи, основанные на частотах аллелей, наблюдаемых в пределах одного археологического участка, должны рассматриваться с осторожностью. Третий. Аллель RS6903823 в гене ZKSCAN3, которая предположительно связана с положительным отбором или селекцией, отсутствовала в ранних земледельцах Ливанта, Анатолии и Ирана. Однако позже составляет 20% в жителях Пкеина, 17% в жителях Ливанта бронзового века и 15% в популяциях Ирана медного века. Аллель одновременно появляется у жителей Ближнего Востока и Европы. А в целом популяция медного века из Пкеина может быть смоделирована как смесь 57% ДНК из неолита Ливанта, 26% от земледельцев неолита из Анатолии, современная Турция и 17% ДНК от популяции из Ирана медного века, что указывает не на заимствование идей у северных соседей, а на миграции и смешивание. А популяция Ливанта бронзового века представляет собой смесь 58% ДНК из неолита Ливанта и 42% ДНК из популяции медного века Ирана. При этом у популяции Ливанта в бронзовом веке не обнаружено следов неолитических земледельцев из Анатолии, что может быть объяснено только несколькими эпизодами популяционного движения. А народы из Ирана пришли в Ливант не ранее, чем в медном веке. И более раннее движение из Анатолии не повлияло на популяцию бронзового века в Ливанте. Помимо этого, переход от медного к бронзовому веку в Ливанте характеризуется гораздо меньшим количеством предметов, связанных с символизмом и изменением в погребальных обрядах, включая и исчезновение вторичных захоронений в ассуариях. Это подтверждает мнение о том, что глубокие культурные потрясения, приводящие к исчезновению популяций, были связаны с крахом культуры медного века в этом регионе. Помимо этого, исследователи обнаружили, что популяция медного века из Пкеина не является вероятным источником родословной связанной с Ливантом в современных восточно-африканских популяциях. В итоге полученные генетические результаты хорошо сочетаются с наблюдаемыми изменениями в материальной культуре из археологических исследований. Было высказано предположение, что некоторые погребальные обычаи, артефакты и мотивы позднего медного века в Ливанте возможно возникли в более ранних неолитических традициях Анатолии и Северной Месопотамии. Некоторые из художественных выражений также были связаны с северными регионами и более поздними религиозными концепциями, как шумерские персонажи из мифологии и религии и Нанна и Думузи. Также предполагалось, что знания и ресурсы, необходимые для производства металлических изделий в Ливанте, произошли из северных регионов. А я на этом не прощаюсь, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал.